кипящую воду я опустила его 600 баклажан воды у меня два раза больше 3 200 варить их нужно от 10 до 15 минут а только через минут 7 их надо будет перевернуть задом наперед добавила столовую ложку соли я говорила через 7 минут я переверну баклажаны чтобы они проварились у меня с двух сторон вот таким образом мне надо перевернуть и проварить двух сторон еще минут 7 очистить помыть высушить выжать одну головку чеснока оставить вытащили баклажаны оставить их остывать тем временем займемся мясом режем его на порционные куски у меня здесь полтора килограмма мяса ну большую головку лука крупно нашинковать отжать подперчить немножко подсолить и добавить столовый уксус порционные кусочки мяса обуть целлофановый пакет и отбить вот этой острой частью отбили свое мясо теперь вам пригодится лук с уксусом да вы его прокладываете этим луком для чего он с уксусом потому что уксус размягчит ваше мясо а лук подарит шарм вашему мясу вот так порционно выкладываете и должно постоять минут 10 не больше почему если вы передержите уксус ваше мясо не будет таким мягким основа станет жутки вот таким образом зальете пусть постоит засеките время ваше мясо старается стать нежным и сочным выжмите несколько столовых ложек или положите смотря какой у вас майонез как у меня выжмите если у вас он густой положите ложками несколько ложек майонез затем добавьте туда чеснок то что я говорила головка чеснока травку базилик если она у вас есть или вы ее любите орегону травку если вы тоже ее любите она дает очень вкусный привку шарм дарит луковые луковую приправу или вот сухой лук как ее называете как хотите лимонный перец что он даст он тоже размягчить мясо и чесночную приправу я еще добавляю кингель обязательно мне нравится ее такой шар неуловимый но с нею осторожней не переборщите немного добавляю черного молотого перца а потом добавлю горошковый размалю перец а немножко красного перца и чайную ложку добавлю буквально соли и все тщательно перемешаю вот соль чайная ложка все тщательно перемешаю последний штрих я размалываю черный перец я его особо больше люблю молотого перца на этот раз я добавляю немного горчицы совсем немножко где-то чайную ложку она придаст особый шарм мясу все тщательно перемешиваю вот получается вот такая у меня приправа отставляю в сторону теперь мне надо нарезать помидоры помидоры нарезаем вот такими кружочками если кто видел мое видео с баклажанами вы уже поняли мне нравится подобные кружочки противень застилаем фольгой слегка сбрызгиваем растительным маслом баклажан и режем вот таким подобным образом сейчас покажу еще раз вот таким подобным образом как бы как я картофель крышу наискость таким образом и реально с мяса лук слегка подсаливаем его прям слегка и вот этой подсоленную часть выкладываем на противень вот именно подсоленной частью и так с каждым кусочком еще раз очищаем мясо от лука полностью слегка подсаливаем его с одной стороны просаливаем и вот вот этой просоленной частью ложим на противень сверху мясо вы промазываете нашим волшебным составом который мы сделали кусочек за кусочком а затем вернем сюда сверху вернем лук уже будет не страшно потому что появился майонез майонез сделает корочку на вашем мясе не за как я говорила выложите лук уже не страшно и а сверху выкладываем баклажаны посмотрите значит проложили сверху баклажаны теперь проходим сверху волшебным составом вот таким образом сверху промазываем этим составом затем сверху прокладываем помидоры кстати у меня уйдут все или не все но у меня 700 граммов помидор а кусочек один остался баклажан но я его просто положу между мясом вот сверху баклажан прокладываем помидорчиками вот таким образом а затем промажем нашим волшебным составом вот мои дорогие вот таким образом сверху помидоры каждый помидор не забудьте промазать затем мы закрываем сверху фольгой 356 дегрис поставьте пока вы мажете сверху помидоры промазывайте поставьте на 356 дегрис ваш духовой шкаф сверху прикройте фольгой и на полчаса вместе с ваше мясо готовится вы можете через терку провести сыр он должен быть твердый вот это одно условие а на такой объем мяса у меня обычно уходит 300 грамм стабильно но внук просит поменьше сыра в этот раз я натру грамм 150 стали наше произведение искусство посмотрите какая красота какой натюрмор то есть вы можете быть художниками своего рода я на шинковала до примерно 200 грамм сыра но на глаз хотя мне внук мой просит поменьше я такой любитель сыра я все-таки на свои изделия вот на свои кусочки мяса я насыплю побольше вот таким образом просыпаете сыром помидоры затем духовой шкаф ваш сыр не должен стать прям золотистым он просто должен схватиться и чуть-чуть поймать какой-нибудь слегка золотистый окрас мои дорогие вот так мое мясо с баклажанами готова общее время готовки у меня заняло ровно час как вы будете делать не знаю а экспериментируйте на самом деле ищите свой вкус и вы его найдете